всем доброе утро какое освещение ну какое есть как всегда на улице слегка пасмурно свет я включила что я хочу сегодня рассказать по традиции по традиции всем привет подписывайтесь на канал лаки вас всех ждет любит гостей любит гостей девочка как только телефон как только разговор она тут как тут сегодня я буду делать новую партию обложек я готовлюсь к ярмарке но у меня же висит моя работа и висит и висит и висит и висит не работа мои идеи я покупала этот жилетик я покупала этот красивый жилетик понимаете думала куда-нибудь использую кусочки но так как кусочки во первых очень маленькие хотя можно конечно использовать но он такой хорошенький что то я так подсела на жилетики на всевозможные и с учетом того что я успешно худею стройнею простите будем говорить правильно а так как жилетики я не застегиваю и хожу расстегнута от разные наряды я решила что если я добавлю в бока по паре сантиметров то он будет вести себя более достойно на мне и и в общем то хочу сделать это вместе с вами видите со спины прям пионерка со спины пионерка поэтому сейчас второй покажу этот вообще практически уже можно носить так но простите я тут устроила стриптиз стриптиз так и напишу стриптиз гляньте если этот раз на два сантиметра расширится то вообще будет идеально вообще будет идеально в общем то я решила пока я их не распорола заснять их на себе показать вам и будем вместе переделывать и посмотрим что из этого получится если получится фигня я не покажу видео наконец-то дошли руки до жилеточек а то засняла показала их и все я распорола и отутюжила смотрите у меня сразу сколько с каждой стороны я отутюжила но особо пока не старалась поэтому где-то миллиметров по 7 я получаю с каждого бока и буду ставить сюда полосочки такие ну сантиметра по полтора два думаю будет очень хорошо 2 сантиметра и считаем грубо сантиметр выгадываю с каждого шва 3 сантиметра 3 сантиметра 6 сантиметра вот это как раз то что мне я думаю спасет меня все делаю следующий этап и показываю ну отлично смотрите я и второй распорола заутюжила все отварила насколько смогла конечно и обработала обработала оверлоком завязала узелочки срезала на этом жилетике была обтачка на этом обтачке нет поэтому я оверложила прям вот как были завернуты края так я оверложила потом потом когда буду уже делать я покажу как и почему мне мне не важно мне главное чтобы они держались не сдвинулись все и пока отложу что-то не могу понять как я как я сделаю эти вставки не совпадает плотность и толщина тканей поэтому мне нужно хорошо обдумать чтоб не делать как я иногда делаю как Иванушка дурачок сначала сделаю потом подумаю поэтому в видео это будет незаметно но на какое-то время я отложу видео конечно будут смонтированы подряд и это только будет озвучено но главное что главное что движение есть хотя я вчера мне очень бы нужно было одеть эту безрукавочку сегодня прям бы вот очень-очень может еще есть пара часов может я сейчас соображу то я бы смогла и на себе потом заснять и показать уже ну все я прощаюсь у меня все как всегда все как все как всегда все как задумано я поменяла свои планы по поводу вставок что я буду делать что попало и совсем как попало была бы я такая супер мастерица которая вот прям раз и знает и умеет я решила по более простому пути пойти очень даже красиво гармонируется темнее некрасиво выбиваются эти бока чтобы мне на бока привлекать внимание а вот так будет очень даже здорово на полосатую я еще не решила основу какую поставить что я сюда использовала видите прикрепила намертво не помню для чего брала не помню даже для чего липкую эту штуку сейчас я покажу как она отклеивается вот она сто лет у меня валяется видите какая она какой то тонкий пластик пленочка какая то это не клейкая и видите как хорошо все прицепилось намертво только теперь не забыть когда гладить в следующий раз вдруг мне приспичит будет цепляться к утюгу гладила через проутюжку припечаталась насквозь и к ткани и к проутюжке поэтому все теперь сажу сделаю наметку сметаю заутюжу и буду начисто пристрачивать фух пристрочила даже одинаково лягло здесь шире здесь уже здесь шире здесь уже сейчас я отстрачиваю декоративную декоративную обычную строчку для уплотнения и потом начинаю омудрить вот эту часть смотрите по тому же принципу только другого цвета я поставила кружево оно такое пыльная роза такое вот оно очень красивый цвет это мое любимое кружево у меня такое белое молочное зеленое кто помнит его можно вот так разрезать опять же поставила на эту сетку вон она просвечивается слегка оверложила чуть-чуть получилось эту чуть-чуть надо было сильнее срезать полоски были одинаковые ну буду пристраивать буду смотреть но эти полосочки мне нужны поуже если на той которая с голубыми вставками без рукавка там я отступала то здесь мне достаточно будет даже вот так захватить кружево все пошла пришивать эту потом уже покажу готовые и потом покажу на себе фух ну что смотрите я отпарила оставила перестрочку конечно черной нитью ну а что делать тут как есть так я уже и сделала значит так задумано значит так задумано все это дело я отпарила здесь я еще изнутри чуть-чуть отпарю но шовчики перестрочила еще немного еще немного нужно придавить возможно даже я вручную иголочкой здесь еще но толстый шовник никуда от него не деться тут обтачка я в общем то еще и довольна что получилось так потом покажу конечно на себе расширился он представляете насколько прям я даже не думала что мне удастся настолько его расширить я даже не думала потом я покажу это все на себе а на этом вообще полный идеал посмотрите посмотрите как все встало на место просто идеально и обтачка здесь легла конечно но здесь обтачки нет здесь в этой куртке просто подвернут край и его конечно же было гораздо проще обработать ну вот так вот такая красота все теперь я это все дело показываю на себе при удобном случае я одену свои наряды составлю луки и покажу все как это выглядит на мне так все так все так так все ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok